Ребята, всем привет! Недавно в свою коллекцию я приобрел настоящий японский картридж всего лишь за 250 рублей. Вот видите, тут все на китайском написано. Наверное, картридж номер 17. Поиграем мы конечно же в него не на PlayStation, потому что она не поддерживает такие картриджи, а на Dendy. Я попытался аккуратно его открыть, но не получилось. Защёлки обломались. Вот такая плата стояла внутри. Вот, коробочка сломана. Я не теряю надежду в супер клей и надеюсь, что когда-нибудь что-нибудь он приклеит. В общем, вот эти вот защёлки я приклеил на супер клей. Скорее всего, не отвалится. Давайте попробуем собрать. Платка. И защелкиваем картридж. Так. Защёлки снова отломались. Ну ладно. Вставляем картридж в эту чудо-приставку 8-битную. Хоп! Не делайте так. Динамит Баул называется эта игра. Есть гейм. А! Врубаем. Выбрать нужно чувачка. И каким шариком мы будем катать? 15-пунтовым. Интересно. Так, чувачка мы можем... У нас вот чувачок здесь сверху. Чувачка мы можем двигать вправо-влево. И вот снизу тоже такая штука двигается. Выбираем центр. Тут нужно вовремя нажать кнопочку. Не важно, наверное, Б или А. Нет. Б тут не подходит. Кнопку А только нажимается. И сила удара. Шарик покатился. И сбил немного кегль. Так, получится ли страйк? Давайте не будем никуда отходить. Черт. Не вышло. Строго по центру лопанул. Вот так вот. Такой вот результат. Интересно, почему он называется Динамит Баулинг? Так, у нас здесь выбор есть. Сколько игроков? Какая игра? Так. Игроки у нас выбираются кнопкой вверх-вниз. До пяти игроков. Но я уже проверил. А джойстик нельзя передавать. Если у вас один джойстик или два, вы вдвоем можете поиграть. А чтобы поиграть в пять игроков, нужно пять джойстиков. Я не знаю, как к этой приставке... Я к этой приставке знаю, как подключить четыре джойстика. Есть два беспроводных и два проводных. Но как подключить пятый? Так, в теории, игра предполагает, что можно играть в нее пятером. Но почему бы нельзя было сделать просто передачу джойстика? Очень странно. Давайте попробуем игру Б. То же самое. Выбираем какого-нибудь чувака. Какой у нас будет шарик. И здесь очень странные правила. Первая игра А. Это стандартная. Стандартный боулинг. А вторая игра, я даже не знаю. Здесь начинают очки считаться после того, как ты выбьешь страйк. Сейчас попробую это сделать. Не вышло. Вот. Ноль поинт. Ноль очков. То есть пока я здесь не выбью. Не выбью страйк. Ничего не получится. Все, уже надо так вот тренироваться. Давайте попробуем выбить страйк. Ноль очков. Опять не вышло. Ох, почти. Опять. Есть. Все-таки получилось. Вот. Страйк есть. И у меня 55 очков. Я не знаю, как правило в игре Б, как они работают. 55 очков. Давайте еще раз попробуем стрельнуть. Катнуть шарик. И сколько же будет очков? 70, 80, 90, 103 очка. В общем, очень странный здесь подсчет очков. Если я так же опять закину сейчас шарик. Ну, примерно так же. Примерно собью столько же кегль. Или нужно кегли сбивать таким же способом. Сейчас очки могут уменьшиться. Не, увеличиваются. А, походу, тут каждый раз нужно разными способами сбивать кегли. Если ты так же, как в прошлый раз собьешь кегли, то очки отбавляются. В общем, странный подсчет очков. Я так и не понял, как это работает. Так. Очки все прибавляются. Предлагаю вам послушать этот чудо-музон. Добавляем. Добавляем.